В этот день 31 мая родились. Константин Полустовский, советский писатель. Михаил Нестеров, художник-передвижник. 31 мая 1886 года спущен на воду первый русский броненосец Чесма. В 1915 году прошли испытания одного из первых танков в истории. Это был вездеход Александра Пороховщикова на одной гусенице. В этот день 1937 года в Советский Союз из эмиграции вернулся писатель Александр Куприн. 31 мая 1223 года русские рати впервые встретились с отрядами монголов. Сводное войско князей было разбито на реке Калки. В начале 13 века все степи Евразии терроризировала армия монгольского полководца Чингисхана. Десятки тысяч всадников переходили через безводные пустыни и степи от страны к стране. Один такой отряд двух темников Субэдэя и Джебэ обогнул Сюга Каспий и вошел во владение половцев или кипчаков, а также союзных им алан. Арабские источники оставили нам довольно подробное описание дальнейших событий. Монголы продемонстрировали свое излюбленное коварство. Вот что пишет Ибн Аляссир. Тогда татары послали к кипчакам сказать «Мы и вы одного рода, а эти аланы не из ваших, и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд, сколько хотите. Оставьте нас с ними». Половцы оставили своих союзников. Сначала монголы расправились с аланами, а потом настал черед и половцев. Дальнейшие события уже можно проследить через русские летописи, потому что новый степной враг вплотную подошел к границам Руси. Все летописцы фиксируют факт обращения половцев к одному из сильнейших князей, галецкому правителю Мстиславу Удатному. «Сегодня они отняли нашу землю, завтра ваше взятовое». Что интересно, далее Мстислав обращается к своим коллегам-князям уже со словами в грузах. «Если мы им не поможем, то половцы пристанут к врагам нашим, и их сила станет больше». Более 20 князей вызвали соединиться с остатками половецких войск и идти в степи навстречу врагу. То, что русские вошли в союз с половцами, вовсе не чудо. В жилах многих русских князей текла кровь кипчаков. Поэтому обращение за помощью со стороны непримиримых друзей было естественно. К тому же половцы, по всей видимости, рассказали о коварном трюке с аланами. Монголы точно так же отправляли посольство к князьям с уверениями дружбы и предложением союза против половцев. Но всех этих послов русские попросту убили. В мае 1223 года объединенное войско впервые на берегах Днепра встретило монгольские дозоры и разбилы. Затем, опьяненный успехом, устремился в погоду. Видимо, это был очередной трюк чингисхановых темников, полководцев. Завлечь засаду и ударить. На реке Калки князья неожиданно встретили основные силы монголов. Дальнейший ход битвы весьма подробно описывают летвеси, что только подчеркивает ее масштаб. Обычно они не останавливаются на различных военных деталях. Первый удар русским полкам вроде бы удался. Но монголы ввели свежие силы, побежали половцы, а потом дрогнули и русские. Сказалась и княжеская разобщенность. Мстислав Старый из Киева остался в стороне от битвы на высоком холме в укреплении. Его ждала особо грустная участь. Если основные силы были разбиты и имели возможность сбежать, то его осадили в лагерь. Три дня он отбивался, пока его не выманили из укреплений. Монголы в свойственном им стиле пообещали не проливать крови сдавшихся и обещания выполнили. Они уложили связанных воинов под деревянный мастил и пировали на нем под аккомпанемент флонов, пока все русские не спустили дух. Пал великий король Мстислав из Киева сорока тысячами воинов, что были при нем. Другой же король Мстислав Галицкий спас собегство. И гнались за ними татары шесть дней, и перебили у них более ста тысяч человек, а точное число их знает один бог, прочие же бежали. Так отозвался об этом событии ливунских храмов. Как появились неведомо откуда монголы, так и ушли неведомо куда. Литописец только неудоуменно восклицал. Придоша языцы незнаемы, их же добрей никто же не весть. Кто суть и отколи изидоша, и что язык их. Но не пройдет и пятнадцати лет, и они вернутся. Всерьез и надолго. Субтитры создавал DimaTorzok